МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 октября в Санкт-Петербурге стартовал 16-й международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». Он объединил свыше 250 молодых журналистов, представляющих Южную Осетию, Абхазию, Армению, Азербайджан, Киргизию, Белоруссию, а также все регионы России. Впервые в работе форума принимают участие журналисты из Южной Осетии, а также Донецкая и Луганская народных республик. Диалог культур уже на протяжении 15 лет является одной из крупнейших площадок России, где каждый год встречаются молодые журналисты со всего мира. Неоспоримым преимуществом форума является и то, что принять в нем участие могут не только зарегистрированные СМИ, но и независимые журналисты, блогеры, фотографы, редакторы интернет-порталов и других цифровых СМИ. Здесь каждый может продемонстрировать свои профессиональные достижения, показать сюжет, документальный фильм или серию фотографий о своем родном крае. Участники с удовольствием обмениваются опытом. Программа форума поделена на несколько блоков. В первый день участники знакомят коллег с привезенными работами. Наша съемочная группа представила на суд зрителей видеоролика «Флория и фауни Южной Осетии» под названием «Путешествие по родному краю». Далее по сценарию выступления уже известных журналистов, которые делятся своим опытом с молодыми коллегами. Так вот, мы, журналисты, делаем историю. Я, например, помню те времена, когда я получал информацию два раза в день в своей религии. То есть я от утра доставал газеты, ящикали, стал, я что-то читал, и вечером смотрел новости по телевизору. Все, больше новостного потока не было. Сейчас все изменилось в хоре. Это все изменилось еще в 20 веке, а в 21 веке просто взорвало. Да, хочу запомнить, что когда я уже, не был просто читателем, а уже был журналистом, была еще такая интересная история, как информационные агентства, которые, они действительно существуют до сих пор, которые ежедневно 5-6 раз в день посылали информационные ренты, и по этим информационным рентам можно было себе представить, что происходит в мире. Сейчас ничего, это стоило, кстати, денег, когда для любой редакции. Сейчас ничего этого уже в помене нет. Информационное агентство находится у вас в руке, вы можете открыть реагност, различных ТАСС, реагност, любого информационного агентства в режиме онлайн, бесплатно получить любую информацию. Более того, я уверен, что если вы сейчас откроете ваши смартфоны, то в вашей ленте Телеграм-канал вы увидите сотни непрочитных информационных сообщений. То есть информации больше, чем у вас возможность ее обработать и понять, что вокруг происходит. На второй день в главном штабе государственного Эрмитажа открылась фотовыставка «Я здесь живу». Южная Осетия также приняла в ней участие, заведомо предоставив своей работы. Фотографировать начала, когда я стала корреспондентом, пока в медиа-центре у нас был независимый такой сайт. Потом уже, когда пришла работать в наше агентство, агентство РЭС. Как я здесь указала, я фотограф-любитель, не профессионал. Даже любителей могу себя сложно назвать. Это чисто фотографии, которые были сделаны по работе. А так я сама тоже фотографирую, но предпочитаю больше фотографировать природу, пожилых людей. То, что у меня само интересно. Повстречали мы и знакомых коллег из Братской Республики Абхазия. Журналиста Лана Абшилова и фотографа Беслана Лагула. Абхазские делегаты также показали свой видеосюжет и серию фотоснимков, отобранных для участия в форуме. В среде этой серии, да, вот мужчина с собакой, моя любимая фотография на берегу моря. Это было раннее зимнее утро. Пошел первый снег. Меня попросили пофотографировать город. Я вышел на набережную и увидел вот эту картину. Мужчина стоит с собакой, выгуливает ее. Собака смотрит в одну сторону, мужчина смотрит в другую сторону. А тематика у тебя обычно такая? Репортаж. У меня репортажные фотографии. Обычно заказывают какие-то события. Но и в свободное время я могу себе позволить выйти в город, прогуляться и пофотографировать. После фотовыставки журналистов ждет увлекательное путешествие по знаменитому Эрмитажу, который можно смело назвать достоянием мировой культуры. Он является одним из самых популярных музеев на свете и совершенно заслуженно, потому что нигде больше нет подобной коллекции бесценных произведений искусства. Каждый год Эрмитаж посещает более 5 миллионов человек, а количество экспонатов давно перевалило за 3 миллиона. Коллекции размешаны в пяти зданиях, и нужно преодолеть 24 километра, чтобы обойти все экспонаты. Ну а если возле каждого произведения искусства стоять хотя бы минуту, то понадобится 11 лет. И это при условии, что нужно проводить в музее ежедневно по 8-10 часов. История Эрмитажа в Санкт-Петербурге начинается с 1764 года. Именно тогда его основала Екатерина II, решившая оформить частное собрание коллекций. Художественный и культурно-исторический музей открыли для посетителей в 1852 году, но корни уходят гораздо глубже. Первые шаги к созданию Эрмитажа сделал еще Петр I. За время своего правления он собрал обширную коллекцию, которая не пополнялась новыми экспонатами вплоть до Екатерининских времен. По приказу императора к Зимнему дворцу сделали пристройку – Эрмитаж. Она использовалась для собраний узкого круга придворных. В пристройке развесили и картины из личной коллекции императрицы. Екатерина очень любила живопись и была готова покупать дорогие полотна. Эрмитаж – основная причина, по которой туристы приезжают в Северную столицу, хотя в ней много и других достопримечательностей. Но этот музей поистине уникален. И в нем точно стоит побывать. Не менее интересным был наш следующий маршрут на территорию киностудии «Ленфильм», где создан масштабный проект команды «Невский баталист» о кинодокументалистах XX века. Автор трехмерных панорам Дмитрий Пашторенко рассказал журналистам об идее создания уникальной панорамы. Я занимался этим совершенно с раннего детства. Мне была интересная история, раскопки. По 17 лет я стал руководителем поискового отряда. Мы делали сначала небольшие выставки, но затем они переросли в такие полумасштабные экспозиции, инсталляции, трехмерные панорамы. Сейчас уже нашей команде 10 лет исполняется, больше 17 экспозиций по всей России. А тогда для нас это было нечто очень важное, нужное. Мне очень хотелось поделиться внутренне своими переживаниями той информацией, которую я получал извне. Потому что город Шестельбург, где я вырос, это место, где прорывали блокаду Ленинграда, где кольцо блокады замкнулось. И мне хотелось об этом рассказать по-своему. По-своему через такие экспозиции. И оказавшись здесь на Ленфильме, конечно, мы стремились искать информацию вместе с коллегами и историками именно на тему съемочного процесса, именно на тему кадров, на тему работников киностудии. Безусловно, конечно, это интересно. В тот момент, когда государство обратило внимание на пропавших без вести людей, на бойцов Красной Армии, на тех, кто остался в траншеях и окопах, и в первую очередь тот художественный образ, который мы раскрыли здесь, это место, где фактически фундаментов домов, на огородах находили останки солдат, пропавших без вести. Потому что после войны, естественно, поверх траншеи и окопов началась новая жизнь. Проект, который будто машина времени переносит в далекие военные годы. В нашей съемочной группе ГТРК ИР пошастливилось побывать на киностудии Лимфильм в Петербурге, где создана уникальная иммерсивная инсталляция. Названия пропавшие в кинохронике, оттого главные герои, фотографы и кинооператоры. В их объективе окопы, мастерские, участники Великой Отечественной войны. 15 эпизодов, которые связывают один маршрут и аудиорассказ в исполнении профессиональных актеров, основанный на письмах военных лет. Эффект присутствия настолько сильный, что с эмоциями порой справиться очень сложно. Трехмерная панорама предлагает новый взгляд на события Великой Отечественной войны, а именно точку зрения кинооператоров, фотокорреспондентов, актеров и сотрудников киностудий той поры. Именно они выступают проводниками по дорогам от Ленинграда до Берлина. Экспозиция полна деталей, которые хочется подробно рассмотреть. Также при работе над проектом авторы проанализировали тысячи архивных фотографий, сотни страниц воспоминаний и документов, десятки фильмов. Кино представлено как искусство и тяжелая работа, как свидетельство прошлого, которое в проекте становится осязаемым. На равне с солдатами кинооператоры выполняли свой долг, запечатлевали историю, сохраняли память для нас, будущих поколений. Здесь, на Ленфильме, поражает не только результат работы ее создателей, а масштаб творческого процесса. 15 тематических залов, 1500 квадратных метров декораций, несколько лет подготовки и 9 месяцев строительства, более 100 специалистов, художников, постановщиков, скульпторов, реквизиторов и так далее, 140 скульптор и 140 комплектов одежды, больше 10 тысяч реквизита и анализ тысячи архивных фотографий, сотен страниц воспоминаний и документов, десятка фильмов. Собственно, и неудивительно, что такая кропотливая работа мастера-невского баталиста обернулась таким итогом. И очень примечательно, что в самом финале выставки появляется хэштег «Не надо повторять». Ведь каждый год на 9 мая традиционно повсеместно возникают необезображенные интеллектом лица с георгиевскими ленточками, чуть ли не на причинных местах и с лозунгами «Можем повторить». Взять Белик за руку и отвезти на эту выставку. Может, хоть тогда до них отойдет. Почему не надо повторять? Войну повторять никогда не надо. Знакомство с Петербургом на этом не закончилось. В последний день форума группа журналистов отправилась в чудесный Гатчинский дворец. Гатчина – это знаменитый пригород Санкт-Петербурга, где династия Романовых обосновала свою царскую резиденцию. Свою историю Гатчина видел с начала 18 века, когда государь Петр I указом повелел построить здесь усадьбу и подарил ее своей любимой сестре Наталье Алексеевне. После смерти царевны усадьба несколько раз переходила от одних владельцев к другим, пока в 1765 году ее не приобрела императрица Екатерина II, пожаловавшая ее своему фавориту графу Григорию Орлову. Граф развернул в Гатчине активное строительство, пригласил выдающегося итальянского зодчего Антонио Ринальди. После смерти графа Орлова Гатчина становится резиденцией Павла I. Павел обосновался в Гатчине на долгие 18 лет. В 1796 году Павел взошел на российский престол и пожаловал Гатчине статус города и собственный герб. С 1801 года по 1828 год дворец принадлежал вдове Павла I Барии Федоровне. После нее, вплоть до 1855 года, хозяином дворца был Николай I. Следующими владельцами дворца были Александр II, Александр III и Николай II. В 1918 году в Качинском дворце был открыт музей. В 1918 году в Качинском дворце был открыт музей. В годы Великой Отечественной войны дворцово-парковому ансамблю Гатчина был причинен очень серьезный урон. Качинские дворец и парки были сильно разрушены. Многие парковые постройки и сооружения полностью уничтожены. Сразу после окончания войны в Качине начались сложнейшие восстановительные работы, которые продолжаются и сейчас. Постепенно уникальному Качинскому комплексу возвращают его былое великолепие. Та задача, которая стояла передо мной, когда я здесь оказался в качестве директора, она оказалась абсолютно непосильной. Я вот вам расскажу, что когда я в Гатчине был, я был в Гатчине где-то, когда был студентом. Это был конец 80-х годов. И больше я в течение, наверное, лет 25 в Гатчине больше не бывал. Потому что у меня осталось впечатление, что это маленькое такое место с двумя залами небольшими. Ну и вообще вот ощущение чего-то такого мизерного и незначительного. Вот оно осталось у меня на многие-многие годы. И когда уже после 2005 года, когда я оказался в Комитете по культуре, зампредседателя Комитета Санкт-Петербурга и в числе тех музеев, в которых я курировал, должна была быть Гатчина, я приехал сюда, и я изумился. Я изумился тому, что я увидел огромный дворец. И это совершенно не соответствовало тому восприятию, которое было у меня, пошло у меня от молодости. Но я понял почему. Потому что вот совершенно реально до конца нулевых годов здесь было буквально несколько открытых залов. Серьезно, все остальное было в руинах. Все вот эти вот помещения, которые вы сейчас видите, это были разбитые, замусоренные помещения, потому что оттуда только-только отсюда выезжал институт электростандарт, который практически все тут разбивал, все вывозил, все оставлял в разрухе. Поэтому, когда я в 2010 году в первый раз волею судеб оказался здесь директором, то я, конечно, был как-то смущен и немножко растерян. Потому что вы видите, какой огромный дворец, огромный парк, все в очень плохом, захламленном состоянии. Музей принадлежал и принадлежит как бы Санкт-Петербургу, находится на территории Ленинградской области. Это значит, что Санкт-Петербург далеко, а Санкт-Петербургу не очень интересно, потому что это не на его территории. А Ленинградская область не может ничего сделать, потому что это не его музей. И вот так вот, в разрушенном состоянии я оказался здесь, в Гатчине, и вот так вот получилось. Слава Богу, с помощью разных людей, и властей, и коллектива, и всего-всего, и Господа Бога, мы вот за эти 12 лет сделали то, что вы видите сейчас. Мне кажется, что, в общем, есть теперь что показать, есть чем гордиться. И я уверен, что ни у одного человека, который сюда приедет, не будет ощущения, что он попал в какое-то маленькое место, где практически нечего смотреть. Но творится отнюдь не единственная достопримечательность Катчины. В последний день форума нам довелось познакомиться с коллективом «Катюша». Коллектив Катчинского театра «Костюма Катюша» не оставляет конкурентам ни единого шанса. На каком бы конкурсе они не появлялись, первое место всегда за Катюшей. Ткани, стразы, меха в костюмерном театре с каждым годом все меньше места. Более 40 коллекций различных стилей и эпох располагаются на вешалках. Катюша радует Катчинцев модными и в то же время традиционными нарядами уже 30 лет. Создатель коллектива его бессменный руководитель и вдохновитель Людмила Иванова. Костюмы для Катюши счет Юлия Преснякова. Она 25 лет поражает воображение своими изумительными шедеврами, в которых девочки театрального коллектива шеголяют на различных сценах. Какая самая главная у нас задача? Наша задача еще с 30-ти летней давности беречь национальную свою культуру через костюм. Я могу вам сказать, ребята, честно, очень мало у нас таких коллективов, нет, не потому что мы такие, да, мы такие, которые как-то другой культуре немножко стремились там, немножко европейское и все такое. И как-то говорили нам, что ну вот вы все русское там, русское. Поэтому я почему вас рада видеть-то, что вы так уважаете свою культуру, так чтите свои традиции в своих республиках, в своих городах, в своих семьях. И поэтому я вам завидую, что бывав в гостях почти во всех ваших республиках, я это всегда ощущала, всегда думала, ну и нам надо так же. Вот поэтому ну как-то мы наверное старались, чтобы что-то такое здесь сохранить. Здесь все коллекции из истории Гатчины. От Павла I, который создал наш город, наш император, и Мария Федоровна, его жена, у которой было 10 детей, между прочим. И двое на стороне у Павла. Получается, что 12. И мы сейчас будем делать коллекцию, посвященную великим русским женщинам. Одна из них княгиня Ольга, в чьей в Скове стоит памятник, а другая Мария Федоровна, наша Гатчинская императрица. «Приезжайте, мы сделаем, а мы к вам тоже в гости поедем». «Приезжайте». «Спасибо вам огромное за внимание. Вот вы такие с хорошими лицами. Мы вас любим». Наше пребывание в культурной столице России заканчивается экскурсией на Ореховый остров. Многие коллеги усрилили в ней намек на последствия, которые порой наступают вслед чрезмертным стремлением к свободе слова. Они, конечно, шутили. Итак, знаменитая крепость Орешек или вторая Басилия. В далеком XIV веке внук Александра Невского Юрий задумал построить крепость в истоке Невы на Ореховом острове. Именно по названию острова крепость получилась свое первое название Орешек. Орешек преградил Шведампось в Ладожское озеро, что позволило новгородцам удержать за собой важное торговое направление по Неве к Финскому заливу. В 1612 году после продолжительной осады Орешек отошел к Швеции, в составе которой просуществовал до 1702 года. Шведские войска осаждали крепость 9 месяцев и из 1300 защитников выжило лишь 100. Остальные погибли от голода и болезни. В 1702 году теперь уже Петр I осадил город-крепость и после 13-часовой осады крепость Орешек вернулся в Россию. Именно тогда он был переименован в Шлистербург, что означает город-ключ. Крепость действительно стала первым ключиком, который император подобрал к замку на стальнях окна в Европу. Шлистербург одели в камень, но ключевую роль в обороне границ он играл недолго. В 1703 году государь построил Кроштанд и бывший Орешек преобразовали в политическую тюрьму, которая функционировала вплоть до 1917 года. В первой половине XVIII века в крепости оказывались члены царской семьи, оказавшиеся в немилости, претенденты на престол, опальные, придворные и вельможи. Она стала непосредственным свидетелем многочисленных интриг и дворцовых переворотов. Особых тюремных помещений в то время в крепости еще не было, так что узники содержались в бывших солдатских казармах или деревянных домиках. В 1792 году по приказу Екатерины II под стражу был взят Николай Новиков, знаменитый просветитель и публицист. Новикова содержали в нечеловеческих условиях. Он голодал, нуждался в лекарствах, не имел права читать какие-либо книги, кроме Библии, а также ему были запрещены прогулки. За XIX век Шлистербургская крепость повидала в своих стенах немало выдающихся личностей. К 1883 году крепость перестроили в настоящую тюрьму. Устроив в стенах Шлистербурга 10 одиночных камер и новое здание на 40 заключенных. В 1884 году под стражу взяли 22 народовладельцев. Среди них был Егор Минаков, ставший первым человеком, которого казнили в стенах крепости. Попав в темницу, он стал требовать, чтобы пленникам разрешили читать книги недуховного содержания и курить табак. В просьбе ему отказали, так что он устроил голодовку. После 7 дней воздержания от еды он ударил вошедшего к нему в камеру доктора. Минакова приговорили к расстрелу. Партид бунтаря висит возле одной из камер крепости. В Шлистербурге казнили также и брата Ленина Александра Улянова. Домой мы возвращались с полной энтузиазмом. Желаем создавать по-настоящему качественный контент, только усилилось. Надеемся, что творческое вдохновение, которое охватило нас после участия в форуме «Диалог культур» не улетучится по причине отсутствия необходима для того, чтобы быть профессионалом в такой мегаинтересной, увлекательной и общественно значимой профессии, как настоящая журналистика. С вами Ларзу Мамедова и я прощаюсь с вами ровно на неделю. Берегите себя.